Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, будут ли в раю все-все про всех знать? Апостол Павел говорит, что пока мы видим гадательно, как сквозь тусклое стекло, но когда откроется царство славы, мы будем видеть ясно и будем видеть все от начала до конца. Безусловно, то знание, о котором вы спрашиваете, будет нам дано, но в какой степени мы сможем воспользоваться, не сможем даже, а захотим. Это вот уже вопрос гораздо более серьезный. Святитель Феофилак Болгарский, толкователь Нового Завета, говорит, что в раю ничего не происходит, кроме умного служения, приносимого святыми ангелами Богу. То есть рай — это место постоянного словословия, это место постоянного торжества, труда, восхождения, радости и света. Будем ли мы отвлекаться от этого высочайшего деяния, от той жизни, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, ни выяснения бесконечного отношения с окружающим нас миром людей? Будем ли мы отвлекаться, захотим ли мы отвлекаться со своим приобретенным всезнанием от созерцания Бога и от наслаждения вечностью? Я думаю, что скорее это какая-то прерогатива ада, в котором будут происходить совсем противоположные вещи, и там как раз вот это открывшееся знание до конца будет очень страшно использоваться и духами слоба поднебесной, и преданными им людьми для того, чтобы последняя часть души для собственного пропитания и утверждения извлекать из тех, кого ты познал таким образом в открывшемся тебе знании обо всех и обо всем. Продолжение следует...